По последним прогнозам, половодие в области может начаться в последних числах апреля. Готовятся к нему не только спецслужбы и жители подтопляемых районов, но и коммунальщики. В Корченкино, к примеру, перешел на усиленный режим работы водозабор. Туда, на склады, завезены сотни тонн особого вещества. Что такое циолит и как его собираются использовать, расскажем далее. Быть спокойными и гарантированными в случае выхода их из строя, мы приобрели резервные насосы. Вот они там в ящиках стоят. Пусть это уникальная установка, разработанная ведущими кировскими учеными. Работает как часы и вроде как не подводила. Но пару лишних насосов про запас работники Кировского водозабора все-таки оставили. Главное, чтобы в период повозья этот агрегат не вышел из строя. Нужен для очистки речной воды. В эти цистерны загружается специальный сорбент, циолит. Доводится тут до определенной консистенции и добавляется в отстойники с водой. После можно быть спокойными. Говорят тут, какая бы грязь не попала в вятку с талой водой, через такие фильтры она не пройдет. Ноу-хау местных разработчиков. Такое достижение своего рода. Это долгие исследования, многолетние исследования. Которые пришли к этому воду и сделали вот это все, чтобы обеспечить горожан качественной питьевой водой. Обошлось это ноу-хау местным бюджетом и федеральному в 47 миллионов рублей. Но без него никак, уверяют здесь. В период половодия может существенно выручить. Правда, запустят установку только в том случае, если в вятке окажется, цитата, «экстраординарный загрязнитель». К примеру, нефтяное пятно. И даже если по вятке оно будет плавать не одно, циолит как губка. И его на всех хватит. Успокоили работники водозабора. На очистных сооружениях его порядка 400 тонн. То есть в два раза больше, чем требуется по расчетам. Кстати, медики в чудодейственную силу различных сорбентов не особо верят. Напоминают, воду из крана без кипячения, особенно в период половодия, пить нежелательно. Дмитрий Житарчук, Алексей Стахеев, Бюро новостей ДАВЧ.